Итак, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покушенный слугам Амору, мы продолжаем с вами проходить такой увлекательный мод, как Пиксель Мон. Ну, как я люблю это говорить, и всегда об этом говорю, за кадром произошли уж очень глобальные и гигантские изменения, за которые мне даже в какой-то момент становится стыдно, то что это все не заснялось на камеру и это все у нас не снималось. Ну и прежде чем начинать хотя бы говорить об этих извинениях, мне хотелось бы принести свои извинения за то, что, к сожалению, мною был не заснят около часа геймплея и около часа геймплейной записи. В частности, в протяжении этого часа произошли изменения, которые стоило показать. Куда делся этот сериал для меня остается до сих пор загадкой, и я приношу за это извинения, но я надеюсь, что в этой серии мне получится все это писать и наверстать все то, что было упущено. Ну а сейчас же мы с вами возвращаемся ко всем тем изменениям, которые успели здесь произойти. И как только я открою здесь ПК, вы сразу можете видеть уже начатые здесь изменения. Первое самое, что здесь произошло, я отсортировал всех покемонов по видам, по способностям и по их характеристикам. Сейчас я буду постепенно листать и объяснять, что, где и как находятся, так чтобы всем было все понятно. В нашем персональном компьютере есть возможность менять скины на кнопочку W, мы можем их перелистывать на наше усмотрение. И первый наш листик, и первый наши покемоны, здесь которые хранятся, это огненного типа. Отсортировал я их таким образом, чтобы первый тип нашего покемона, который здесь сюда попадает, был специально огненным. Так например, Литлио, обладающий двумя типами, огненным и нормальным, определился к нашим огненным покемонам, поскольку первый его тип огненный. И здесь вы можете наблюдать всех тех покемонов, которые у меня получилось поймать, получается за три серии и за время между ними. Здесь нету никаких особенных покемонов и впоследствии на всех остальных боксах, только те, которые обитают в нормальных биомах, и которых можно было найти, путешествуя по обычному нашему миру, или по ультракосмосу, в котором мы уже путешествовали. Самая сложность в их поимке состояла в том, чтобы их просто найти. На следующей странице мы можем наблюдать всех покемонов травяных типов, которые мы здесь с вами ловили. Даже некоторых типов мы успели с вами посмотреть и эволюционировать. Следующий идет у нас, насколько я помню, вместе земляной и каменной типы, поскольку они не особо сильно отличаются друг от друга, и я думаю, что их размещать вместе было бы очень даже неплохо. За исключением одного, пожалуй, очень интересного покемона, это Хон Эдж, поскольку у него тип металлический, и на четвертой странице нашего покедекса находятся покемоны, которые готовы к скрещиванию. Два покемона плюса и минуса, просто для того, чтобы собрать пару Иви, женского, я наконец-таки ее нашел, и я обязательно расскажу, как именно я это сделал, и что я для этого сделал. И три мужского типа, для того, чтобы получить все виды Иви-Люции. Два Пикачу, для того, чтобы получить Питчу. И электробаза, для того, чтобы получить маленького электробазенка. Ну а следующая, пятый бокс, находится со всеми сильными покемонами, которых я считаю действительно сильными, и которых я буду впоследствии использовать для того, чтобы побеждать супер-пупер-мега покемонов, которые будут считаться легендарными. Ну и как я говорил в начале серии, здесь были покемоны, которых я упустил, возможно, их поимку и, возможно, их эволюцию. Здесь находятся Камо и Гуардо. К сожалению, я не смог заснять этот момент, но я смог все-таки поймать покемона Джангмо, где впоследствии его за кадром, к сожалению, эволюционировал его в Хакомо. И уже в прошлой серии у меня получилось Хакомо эволюционировать в Камо, великого бойцового дракона. Ну а поимку прошлой эволюции Гуардоса вы могли прекрасно видеть и в позапрошлой серии, где я поймал Мэджикарпа. И прокачав его буквально на один уровень, у меня получилось достать вот такого вот гигантского и классного водяного дракона. Остальных покемонов вы могли видеть и в прошлых сериях, и вроде я о всех успел рассказать, кроме, пожалуй, одного. За что мне действительно очень стыдно, и я не знаю, как так получилось, но у меня получилось поймать первого легендарного покемона. И им является великолепный Келдео, 81 уровня. Поймал я его же, когда у него был всего 50 уровень, и уже за кадром я успел его раскачать. Банально бегая вдоль одной из рек, я его умудрился найти, и не мог я его не поймать, и потратил я на него очень гигантское количество сил и времени. И в итоге у меня получилось его поймать в один из моих покеболов, я буквально, по-моему, пару стаков все-таки я на него убил. И после опыта с этим покемоном, ловить легендарных покемонов в обычные покеболы, у меня что-то как-то желание резко улетучилось. Следом же у нас идут покемоны всех возможных вариаций темных типов, которых мне удалось поймать. За ними следом же идут сразу вводного типа покемонов, электрического, психического и нормального. И вот нормального типа покемонов почему-то у меня действительно больше всего. И так получается, что мне пришлось аж 2 боксы отдавать под нормального типа покемонов. Следом за нормальным типом идут покемоны, которые специализируются на бойцовом стиле. Потом идут покемоны ядовитого типа вместе с покемонами-призраками. Следом идут покемоны, базирующиеся на жучьем типе. И последняя завершающая ячейка для покемонов фей. Возможно это объяснение было достаточно скучным, но не уделить этому всему вниманию я к сожалению не мог. Ну и прежде чем начинать наше приключение, хотелось бы продолжить традицию нашего небольшого интерактива. В прошлой серии я спрашивал вас, что это за покемон? И правильно ответил человек с вот этим ником и с вот этим предложением. И звать нашего тиранитара будут теперь именно так. Ну и для продолжения этой традиции я все же хочу у вас спросить, что это за покемон? И человек, который первый и правильно укажет его имя, сможет дать ему собственное. А также хочется отдельную благодарность выразить всем этим людям, которые предпринимали попытку угадать имя тиранитара. Ну а теперь возвращаемся к самому видео. Сейчас же мне хотелось с вами поделиться еще одной новостью, которая касается покемонов из нашей основной линейки. То, что я нашел еще парочку мега боссов, с которых выбил еще парочку камней мега эволюции. Камни и мега эволюции для видла, а точнее для его финальной эволюции. Камень и мега эволюции я выбил для нумела и для венузавра. И единственного, чью мега эволюцию я могу сейчас показать, это венузавра, поскольку он единственный у нас раскачан в своей финальной эволюции. Он становится гораздо крупнее и цветок на его спине превращается в гигантскую пальму. И в таком виде ему сражаться гораздо будет легче и в таком виде он будет гораздо сильнее. Отбежав недалеко, буквально от дома, я краем глаза заметил тут покемона Ротата, который является боссом рарного типа. Раньше, по-моему, в моду Pixelmon они являлись зеленым, а сейчас же он у нас выглядит полностью синим. Сейчас же мы постепенно подходим к нашей второй повестке дня. А то, что если я сейчас пущу, получается, нашего Тиранитара на нашу Ротету, вы увидите уже буквально на ваших глазах измененную иконку боя с нашим покемоном. Для меня это тоже было новостью до того момента, как я не решил обновить мод Pixelmon по просьбе одного из моих подписчиков. Здесь нас встречают сразу все виды действий, которые мы можем проделать по отношению к нашей Ротате. Все виды взаимодействия у нас вынесены вот в этот вот левый уголочек. Здесь мы видим нашего покемона, здесь мы видим Ротату. Также в этой модификации, в последнем обновлении, были переделаны и улучшены некоторые механики этого мода, и также добавлены новые виды покемонов. К сожалению, это видео не посвящено этому обновлению, но я думаю, что рано или поздно мы все это сможем с вами обозрить, возможно, и в скором будущем. И замечательным образом мы нашего босса побеждаем, и повышаем нашему тиранитару уровень, и получаем самое эффективное с этого босса это конфетка. Что же касается тех покемонов, которым я бы хотел уделить внимание на этой серии. Я бы хотел улучшить и эволюционировать покемона Диена. Как мы можем помнить, в прошлой серии я пытался его поймать. Я его даже видел в одном из наших путешествий, но, к сожалению, я его случайно убил. Но за кадром мне получилось все-таки поймать этого покемона, чему я безмерно рад. Я надеюсь, что в скором времени мне получится его эволюционировать, потому что третья эволюция что-то сногсшибательное. Также я возьму с собой Видла и Нумала. И все-таки у этих двух покемонов я хочу увидеть их мега эволюцию, благодаря их мега камням. Прокачивать этих покемонов мы могли бы также руководствовать старой логикой и по старой схеме, но хотел бы в каждой серии переносить в развитие нашего сюжета что-то новое. Поэтому я сейчас попробую найти где-нибудь озеро лавы и создать портал в наш ад, для того, чтобы путешествовать в новом измерении. И буквально одержав победу на одном из покет-тренеров, наш Видл, мы можем наблюдать, как эволюционирует. И эволюционирует он в следующую нашу стадию, нашу кукуну. А что ж, вот и озеро лавы, которое нам сейчас предстоит успешным образом разграбить. В принципе, получилось набрать небольшое количество обсидиана, которого должно хватить для постройки нашего портала. Что ж, а вот и построенный портал. Его оформлением, я думаю, займусь я позже. И вот он же у нас успешно активирован. И что ж, нам, пожалуй, пора узнать, что находится за его воротами. Ага. Прикольно. А вот и, кстати, у нас крепость. Я вижу на мини-карте уже покемонов, и в принципе, я уже их вижу, но сначала мне нужно поставить меточку. Замечательно. Меточку я вот здесь, по идее, создал, и мы видим замечательно изображение в чате, то, что у нас заспавнился здесь ленингидарный покемон. Это невероятно классно, но, к сожалению, его нужно сначала найти, прежде чем поймать. Я вижу уже здесь много покемонов, которые являются невероятно классными по своей натуре. И тех покемонов, которых я не видел здесь до этого. Например, вот этого импедимпа я здесь вообще, в принципе, до этого момента не видел. Но что-то мне подсказывает, то, что прежде чем идти в ад, мне бы неплохо было бы сгонять домой. Так, к сожалению, достроить дом, это что-то не моё. И постепенно он застраиваться у нас, конечно же, будет. Привет. Фэллин. Ты из пиксельмонов или ты из кого? Привет. Ага. Ты трейдер. И ты продаёшь нам мастер-бола за 8 изумрудов и 4 пинка-априкорна. Я считаю, что это, в принципе, достойная цена для мастер-бола. И было бы неплохо тебе парочку этих покеболов купить, для того, чтобы иметь возможность ловить мастер-покемонов. Сейчас, погоди, я сбегаю за нашими изумрудами и обязательно у тебя их куплю. Естественно. Ребят, естественно, естественно, это всё из мода Custom NPC, и я сам выставил этому торговцу данную цену. Я очень надеюсь на ваше понимание и на то, что вы будете солидарны с данными ценами. Если всё-таки вас что-то не устроит в конкретных данных ценах, то обязательно мне напишите в комментариях, и я обязательно к вам прислушаюсь. Что ж, мне пока Эмиральда хватает всего на 2 мастер-бола, но, в принципе, для двух легенд этого будет даже за глаза. Что ж, это пока у нас уходит наш дальний ящик, и я надеюсь, что тот легендарный покемон, который успел заспавниться в нашем аду, не успел задеспавниться, и мы сможем его с вами поймать. Ага. И наш Кукуна начинает эволюцию в третью, получает свою стадию, и если я всё правильно помню, его теперь буду звать Бедрил. И это получается у нас маленькая такая небольшая осочка. Что ж, Бедрил, я рад с тобой познакомиться. Если ты не против, то я бы хотел увидеть твою мега-эволюцию. О, как резко ты из маленькой осочки стал гигантской осой. Выгляжешь ты очень устрашающе и очень мощно, и я надеюсь, что ты меня, конечно же, не заколешь, и я думаю, что попробовать тебя использовать в бою было бы очень классным, но сначала тебя нужно, естественно, раскачать. А вот доскил я до этого момента не встречал. Выглядит он как покемон со ссылкой, по-моему, на одной из аниме. К сожалению, я не вспомню сейчас название, но если я вспомню, то я приклюю его здесь на монтаже. И я думаю, что если получится, то его поймать было бы очень даже неплохим решением. Не получится, потому что я его резко убил. Но зато у нас эволюционирует наш Нумал. И который тоже сейчас, если я все правильно помню, будет на нашей финальной стадии, нашей финальной эволюции, и будет он Камея Рупом. Если я все правильно помню, ты сейчас тоже у нас можешь эволюционировать. Но как только я нажимаю на Б, я вижу помимо вот здесь вот двух иконок, еще и две каких-то неизвестных мне. Что они значат, я, конечно же, буду разбираться, но чуточку позднее. Мне сейчас хотелось бы взглянуть на твою мега эволюцию, братан. Я аж поперкнулся. Что ты такое? Выглядишь ты просто бомба. На тебе кататься можно? На тебе еще кататься можно? Уи! Какой ты классный. Что ж, с помощью нашего Айзека я смог забраться на нашу крепость, но пока я здесь крепостных именно покемонов не вижу. Но я думаю, что это у нас дело поправимое, и в скором времени они смогут здесь заспауниться. Я наконец-то смог поймать одного из новых видов покемонов, которых я встретил в Аду, именно адского покемона, и даже получил за это ачивочку. И этот покемон, ни разу его до этого момента я не видел, но выглядит он достаточно интересно. В итоге он ночной и феерический тип, но я думаю, что у него есть какие-то преимущества, но, к сожалению, пока он у нас уходит в долгий ящик. О, привет! Кстати, по-моему, вот тот самый покемон, который у нас когда-то там заспаунился. Я все-таки смог его найти спустя какое-то время, и, естественно, я буду делать это в мастер-болл. И сначала я призову его на бой. Теперь я хочу воспользоваться нашим мастер-боллом, для того, чтобы для нашего хотя бы диена получить какие-то экспишки. Получил я за это парочку ачивок, и привет! Кто ты такой, и с чем будешь рад? И у нас хеатран. Углич, это довольно прикольно, так же, как и катаешься. Давайте я пробуем в бою. У тебя есть крыло огня. У тебя есть крылья. Ты ничего не перепутал? Допустим. Железная голова, каменная эра и... Транч, по-моему, тоже что-то из разряда укусов. Достаточно сильные способности. Кстати, а вот и босс 110 уровня, против которого у тебя достаточно больше шансов что-то ему противопоставить. Это у нас Эканс. Насколько я помню, это у нас ядовитый тип. Против ядовитого типа нет особых у тебя преимуществ, но я надеюсь, что огнем его задамажить было бы очень неплохо. Да, не так уж ты много нанес, как я хотел. Из этого босса мы получили гостевым Z и конфетку. Из этого я констатирую то, что хеатран достаточно интересный покемон, если у него поискать достаточно интересные способности. Пока таковых он не имеет, к сожалению. Ага. И наконец-то наш Диена тоже эволюционирует вместе со всеми остальными покемонами, которые у нас получилось улучшить в этой серии. И сейчас он превращается, получается, во вторую свою стадию. У него их целых три, но уже во второй стадии, в нашем Звиелусе, какие у вас сложные имена, он выглядит уже невероятно классно. Повернись ко мне, пожалуйста, лицом. Вот ты да, огненный дракон с двумя головами. На третьей стадии он выглядит просто как невероятная конфетка, и на него у меня большие будут планы. Что ж, исходя из опыта с нашим боссом Хеатрана, я пока откладываю долгий ящик, его можно будет попробовать проапгрейдить, может быть, у него какие-то более сильные способности откроются, но пока что он выглядит не так, чтобы уж и классно. А вот и наш Лайрончик начинает эволюционировать до нашей третьей стадии, и превращается он в некое подобие на Тиранитара, только в металлической оболочке. Он становится теперь у нас Агроном, и становится гигантским таким металлическим динозавриком. Что ж, и последний покемон, по-моему, который я приготовил для эволюции, это наш Кроссноу. А, я испугался, я подумал, что это за покемон, а это на самом деле Стаблиу, только в мега эволюционной форме. Но Стаблиу у нас просто так не победить, и, пожалуй, к нему надо сначала подготовиться. И естественно, и естественно, наш Тиранитар с невероятной легкостью справляется с этим мега боссом. И примерно вот таким вот образом мы получаем один из камней мега эволюции. Получаем мы камень для нашего Сабнита. Если мне не изменяет память, такой покемон у меня даже был. Вот он, Стаблей. Даем ему мы камень и посмотрим, во-первых, есть ли у него эволюция, и может ли он мега эволюционировать. Ну да, я был прав, у него всего одна эволюция, вот форма, в которой он сейчас пребывает. И сейчас мы его мега эволюционируем до того самого покемона, того самого босса, с которым мы сражались до этого. Выглядит он тоже невероятно классно. Как бы с таким вот каменным рубином, который он откуда-то нашел и выколопал. Я надеюсь, что так же, как и другие мега эволюционные покемоны, он сможет нам принести пользу в дальнейшем. Но пока мы берем нашу команду, которую мы собирались эволюционировать, и идем и отправляемся в поиски других наших боссов, возможно и не боссов. И наш Кроссноу начинает, конечно же, эволюционировать. Несмотря на то, что мод с покемонами у нас потерпел изменения, когда он улучшил свою версию, факт с нашими эволюциями и фокусированной камерой он нас, к сожалению, не успел исправить. Но это нам не помешает насладиться новым видом, нового нашего покемона. Это Ферролигатор. Естественно, он выглядит просто невероятно классно, но, к сожалению, вот его маленькая версия крокодильщика нравится мне гораздо больше, нежели вот эта вот Тархолюдина. Я побегал еще около часа по этому биому, к сожалению, новых видов покемонов я не нашел. Так же, как не нашел еще боссов и различного рода остальных типов покемонов, к сожалению. Но зато мы смогли с вами поймать покемонов хотя бы на том уровне, что имеем с вами сейчас. И раз у меня не получилось найти уж очень что-то интересное в измерении Ада, может быть, стоит попытаться свое счастье в измерении Энда. Для этого уже накоплено у меня 15 Эндер Перлов и 20 Блейз Павдеров. Мы это все успешно смешиваем и пытаемся найти Стоунхолд. Походу я нашел уже нашу крепость и осталось лишь до нее нам докопать. А вот и первые кирпичи Стоунхолда и Стамп Стоунхолд неизвестный. Привет, такого покемона у меня не было еще, неизвестного. Вот и все. Первый неизвестный покемон из нашего Стоунхолда у нас теперь имеется. Неизвестный The Package. Я его нашел в Покедексе. У него очень-очень много разных видов эволюции и вариаций. Это очень даже прикольно и он уникальный в своем роде. Эволюции у этого покемона, как я понимаю, нету. Но это не повод отчаиваться. О, еще какой-то неизвестный покемон, он уже 50-го левела. И у него, как можно видеть, другая форма. Я не думаю, что стоит пытаться поймать всех неизвестных, но хотя бы парочку из них можно было бы сделать. И уже две буковки неизвестных у нас имеются. Успешным образом я поймал еще одного неизвестного, только уже в форме цифрыки 8. А вот и наш портал. И замечательным образом мы видим уникальное в своем роде явление портал абсолютно без всех очей. И размещаем последнее око и активируем сам портал. Будет очень интересно у вас сходить, но я думаю, что мы сделаем успешно это с вами в следующей серии. Ну и уже за кадром я продолжу исследовать те новые локации, которые мы с вами обнаружили в этой серии, а именно измерение Ада и Адская крепость. Также, возможно, я продолжу качать тех покемонов, которых можно будет эволюционировать уже в следующей серии. И обязательно я не пропущу то, что можно было показать интересное в этой модификации. Но уже в следующей серии мы с вами отправимся в столь изумительное и привлекательное измерение Энда. А также я вам напоминаю, чтобы вы мне помогли с расценками нашего торговца, который вероломным образом поселился в нашем недостроенном еще пока что домике. Ну а на этом, к сожалению, я вынужден с вами прощаться. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.